Друзья, друзья! Дружба народов примут участие в испытаниях первого российского наноспутника. Подробности в материале наших корреспондентов. На околоземную орбиту вышел первый российский наноспутник, разработанный холдингом «Российские космические системы». Аппарат запустили ручным способом во время выхода космонавтов Сергея Рязанского и Федора Юрчихина из Международной космической станции в открытый космос. Студенты Российского университета дружбы народов в режиме реального времени следили за событием в Центре управления полетами РУДН. Знаменательное событие, потому что люди, которые пришли сюда, впервые видели Центр управления полетами, который сущностно работал на свои 100%, то есть чтобы мы могли увидеть космос, наблюдать, переживать за космонавтами, пусть даже и с малыми спутниками. За время работы на орбите спутник соберет и передаст на Землю огромный объем информации. При этом стоимость этой информации будет в разы ниже, чем если бы ее получили при помощи традиционных крупных космических аппаратов. В ходе работы наноспутника на орбите будут испытываться новый бортовой вычислитель, система питания и солнечная батарея, а также датчики, обеспечивающие определение ориентации объекта относительно Центра МАС по отношению к Солнцу, Земле, звездам в каждый момент времени. У нас есть договор РУДН и РКС, мы будем совместно работать, управляя, скажем так, спутником. Студенты будут участвовать в этом эксперименте. Сам спутник он небольшой, несколько десятков сантиметров. И, соответственно, это наноспутник так называемый. И, соответственно, весит несколько килограмм. Новое направление, перспективное направление, ну и ряд задач технических на нем как раз отрабатываются. Одно из направлений работы в рамках эксплуатации спутника — развитие прикладных университетских исследований. Студенты РУДН, а также более 60 специалистов ракетно-космической отрасли, обучающиеся в университете по согласованным программам, получат доступ к информации с аппарата. Это позволит начинающим разработчикам набрать необходимый опыт для дальнейшего развития компетенции в области создания малых космических аппаратов и сопутствующих систем. Спроектировать, сконструировать, заложить концепции, основные идеи, определить цели, задачи, роль, место такого спутника в рамках общей концепции развития российской космонавтики можно и нужно. И мы хотим создать у себя лабораторию, которая бы на базе бакалавров, магистров, аспирантов, декторантов, а также наших преподавателей и с участием промышленных предприятий занялись конкретно разработкой такого спутника. Совместно с профессионалами РКС будущие специалисты в области космических технологий получат возможность ознакомиться с аппаратно-программными средствами Центра управления полетом РУДН, а также получат навыки, необходимые для проведения сеансов связи и первичной обработки телеметрической информации. Телевидение РУДН. Новости. Конгресс ученых 2017 прошел в Российском университете «Дружба народов». Встреча была организована Инженерной академией РУДН. Подробности далее. В РУДН прошел Международный конгресс ученых 2017. Участники мероприятия, преподаватели, исследователи и промышленные специалисты из России, Малайзии, Германии, Ирана, США, Южной Кореи и других стран мира поделились результатами своих исследований и разработок. Конгресс организован Инженерной академией РУДН совместно с Международной ассоциацией ученых IPN Educational Group. В этом году такая конференция, Конгресс, впервые состоялся в России. Эта группа обычно собирается по всему миру, таким образом давая возможность ученым любых стран присоединиться к группе и обменяться своими научными достижениями. Основная цель Конгресса – помочь интегрировать российских ученых в мировое сообщество через обмен новыми идеями и практическим опытом. Установить деловые и исследовательские связи для плодотворного сотрудничества. Все участники – эксперты мирового уровня. Организаторы уверены, что Конгресс поможет расширить сотрудничество с российскими учеными. Мы очень надеемся на то, что с настоящего времени такие встречи наших ученых будут проводиться на регулярной основе. Это даст возможность обмениваться информацией, получать новые знания и распространять результаты своей работы. И даст возможность расширить наш спектр публикаций и повысить цитируемость в международных рейтингах. Приоритетные направления науки в РУДН – математика, физика, химия, медицина и компротивистские исследования. Особое внимание уделяется междисциплинарным и прикладным работам. Медицинская математика, моделирование космических полетов, сравнительный анализ подходов к защите прав человека, изучение процессов миграции в разных регионах мира. В РУДН верят, что у науки нет границ, а знания объединяют людей разных культур. Телевидение РУДН. Новости. В Российском университете дружбы народов прошла конференция Global Soil Map 2017, на которой собрались множество ученых из разных стран. Какие вопросы решались в ходе встречи у нас в сюжете. Ученые из ведущих университетов США, Австралии, Бразилии, Франции, Нидерландов, Китая и России встретились в Аграрно-технологическом институте РУДН на конференции Global Soil Map 2017. Эксперты предложили решение проблем глобальной цифровой почвенной картографии и поделились разработками в теории и методах цифрового картирования почв. Здесь собрались ученые со всего мира, картографы и почвоведы, у которых есть навыки в составлении почвенных карт, а также знания о новых технологиях и географической статистике. Наша совместная работа принесет новый продукт в оцифровке почвенных карт, и эти результаты можно будет использовать и в сельском хозяйстве, и в экологических исследованиях по всему миру. Почвенные карты необходимы для сельскохозяйственного производства, для строительства, для решения экологических задач, проблем, моделирования поведения загрязнителей и так далее. То есть есть много приложений, много задач, для которых это нужно. Появились совершенно новые технологии, которых раньше не было. Это технологии, связанные с использованием спутниковой информации, технологии, связанные с использованием компьютерной техники, геоинформационных систем, методов математического моделирования. И вот эти все технологии, они позволяют сейчас нам сделать обновление этой информации и получить реальную картину о том, в каком состоянии в настоящий момент находятся почвенные ресурсы в нашей стране. Последняя почвенная карта мира была создана в 1985 году. С тех пор накоплены новые знания о географии почв, получено много полевых данных, новых региональных и локальных почвенных карт. Появились совершенно новые технологии и методы цифрового картографирования почв. Все это создало предпосылки для начала работ по созданию новой цифровой почвенной карты мира. С этой целью рядом научных институтов был образован консорциум Global Soil Map. Эксперты консорциума работают над методологией цифрового глобального картографирования почв, проводят ее апробацию в разных регионах. Почвенные карты, они традиционно делаются на разных уровнях обобщения, разных уровнях, как говорят специалисты, на разных уровнях генерализации информации. И поэтому эта почвенная карта, она глобальная, это означает, что она предназначена для решения задач на уровне всего земного шара. То есть речь не идет о том, чтобы получить почвенную карту на уровне отдельного поля. Здесь решаются задачи, связанные с моделированием поведения биосферы, в условиях глобальных климатических изменений, в условиях антропогенного воздействия и так далее. Методологии подхода построения глобальной почвенной карты мира уже обсуждались на международных научных семинарах и конференциях, наиболее крупные из которых состоялись во Франции в 2013 году и в Канаде в 2015 году. В 2017 году конференция прошла в Москве, в Российском университете Дружбы народов. Телевидение РУДН. Новости. Это все новости на сегодня. С вами была Анастасия Колесниченко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин